Всем привет, дорогие мои! С вами Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Начнем с вами до обзора помад. И что еще хочется сказать, это то, что я опять заказала 4 аромата. Это пойдут в ванную, в уборную и так далее. Они классные. Далее мы попробовали такой вот гель для душа. И у него безумно приятный, такой кисленький, классный аромат. Все вот так приходит заклеено. К сожалению, я не могу найти артикул, но экзотический лайм. Называется с экстрактом морских водорослей. Он, знаете, такой кисленький, просто как лимончик. Вот как лимон натуральный пахнет. У него такой же аромат, 250 мл. И далее вот такой вот мы попробовали кремушку, антицеллюлитный. Ну, я могу сказать, что он не жжет, он очень хорошо относится к коже. И довольно таки сносный. Сносный, у него есть какой-то грубоватый аромат, но он связан именно с ингредиентами, которые тут состоят в тюбике. Потому что 97,5% натуральных ингредиентов. Он идет в 150 мл. Это антицеллюлитный крем для проблемных зон тела. Значительно уменьшает проявление апельсиновой корки. Вот, знаете, такое легкое, приятное покалывание, даже жжения нет. То есть, ну, знаете, такой щадящий экстракт водорослей, кофеина, органический зеленый чай, обладает липолическим и дренажным действием. В общем, ну, посмотрим еще. Скоро ко мне массажист будет ходить, девушка, и я вот ей буду подсовывать, когда она дойдет до района попы. Вот, что она скажет. Далее. Я уже поставила крестный шампунь Бесси. И уже как-то, знаете, даже уже начала забывать про их существование. Потому что их взяла на себя, ну, грубо говоря, Катюшка. Ну, почему взяла на себя? Потому что 200 мл они идут, у нее жирные волосы. И ей эти шампуни зашли. Она говорит, нормально, измой, мам, что-то, говорит, придумываешь, что за шампуни такие. В общем-то, да. И вдруг мама помылась этим шампунем. Мама ополоснулась вот этим вот неизвестным артикулом, бальзамом для слабых и секущихся волос. И говорит, слушай, клево, мне понравилось. И я такая, оба-на. Поэтому я завтра пойду с этим делом мыться. Потому что мне самой стало интересно. Маме понравилось. Знать бы еще артикулы, потому что вот эти все наклеечки не стираются. Дальше. Вот эта вот линейка, я ее тестировала долго. И зато протестировала прям все-все при все. И могу вам сказать, что это просто супер-класс. От консистенции до аромата. Очень удобная линейка. Суперская линейка. Классная линейка. Слов нет, как она прям хороша. И ну это что-то с чем-то я бы вам сказала. Потому что единственное нарекание, и из этого я ее больше не куплю. Это вот такие вот баночки, в которых нужно макать руки. Я это терпеть ненавижу. Я люблю вот такие вот тюбики. У нас есть кремы в таких вот тюбиках. Или хотя бы стоячие такие тюбики, которые можно открыть, выдавить и не лазить туда руками. Поэтому из расходу с удовольствием она идет 30+. Качество кожи действительно изменило. Кожа стала лучше, круче. Но я брала всю линейку. Я не брала кремы отдельно. И что еще хочется сказать, то что они очень легкие, невесомые, нежирные, но питательные. В общем-то все идеально. То есть что я попробовала? Я попробовала, во-первых, ночной крем для лица лифтинг восстановления. Он оказался не жирным, не скатывается, ничего. Вообще супер. Также я попробовала... Так-так-так, это скорее всего у нас идет новый крем. Это скорее всего дневной крем идет. Дневной, да-да-да, дневной крем с SPF 15. Самое топ, потому что сильно не надо. У нас... Ну, вообще-то солнышко отсвечивает от снега. Слишком светлые девушки и SPF 25 не откажется зимой. Дальше, значит, вот такая вот маска, тоже называется ультралифтинг, лифтинг маска. Она тоже идет как крем, довольно таки приятная. Аромат, ну, практически никакой. Заостряться на нем не буду. Его нет такого прям ярко выраженного, ни хорошего, ни неприятного. Вообще практически никакого нет. Есть, но так, немножко. И вот хочу только сказать, что сыворотка очень сильно отличается. А, это крем для контура глаз и губ. Вот такой же желтоватенький, в принципе, да, как вся линеечка. А вот этот, он очень сильно отличается. Это сыворотка, артикул 0653. А, кстати, не сказала ж я 0655. А 0653, это сыворотка для лица против всех видов морщин. Ее нужно наносить до того, как вы наносите тональный крем. Вот она такая, видите? Сейчас потечет, потечет, потечет. Да, то есть такая вот она слизенькая, прям такая приятненькая. В общем, мне понравилась. И вот эту линейку я бы с удовольствием повторила. Но я не люблю такие тюбики, потому что мне кажется, что для моей кожи, которая очень-очень-очень почему-то стала чувствительной, а восприимчивая ко всему, это не то, что нужно. Потому что даже если ты каждый раз будешь обрабатывать лопатку перекисью водорода, все равно это открывается, это туда лезется. В общем, не знаю. Или мы уже такие разбалованные стали, но линейка не из дешевых. И я бы, не знаю, я бы еще доплатила за эту линейку, но за дозатор. Вот. Но очень понравился эффект, прямо чувствуется все. Ну, не такой, конечно, как там прям написано, что прям вообще все разглаживает. Нет. Но есть ощущение того, что это хорошая линейка. Ингредиенты клевые, классные. И что вложили, в принципе, деньги не в упаковку, а вложили деньги именно в продукт. Потому что чувствуется, да, вот этот хороший такой недешевый крем. Отлично. Просто отлично. Ну и далее, конечно же, давайте посмотрим помады. Первая помада получается 40914. Приятный такой, знаете, нейтральный универсальный оттеночек. 4914. Вторая, это, наверное, будет моя любимая в этой линейке. Посмотрите, какая красотка. Кстати, она нисколько не рожит. 4916. Третья помада, это новинки из линейки, да. То есть это целая линейка. Худро Липс называется. 4915. Слушайте, что я 2-1. А, нет, извиняюсь. О, вот это, конечно, мой любимый цвет. В общем, качество помады мне порадовало. Так, 4912. Это я, наверное, буду расходовать год и так и недорасходую. Или буду смешивать с чем-то, потому что оттенок не мой. Да, такой черно-бордовый. И далее яркий. На мой взгляд, чисто красный. Может быть, слегка с малиновым подтоном. Это 4913. Такая вот приятная, прямо аулоя помада. Есть у меня пиджак такого цвета. А может и не такого. А может быть, вот такого. Как раз таки, если 2 помады смешать, то и получится. То, что нужно и пиджак такого цвета. Ну что ж, давайте пробовать на губках. Так, помадка 4913. Это такой прям красный оттеночек. Что мне понравилось? Вот тут, видите, кончик за одну. И говорят, что вот этот крутой кончик. Он, да, вот она. Этот крутой кончик. Он, типа, удобнее, да, к губам. Вот все такое прочее. Но я им только ляпаю. Мне не получилось ровно. Мне приходится переворачивать. И таким вот образом краситься. И ждать, пока этот кончик уйдет. Легкий такой приятный аромат, если он вообще есть. Но ничего неприятного нет. Она мягкая. Она суперская. И она очень приятная на губах. И вот одна из немногих помад, которая не чувствуется. Можно забыть, что губы накрашены. Очень легкая. Вот если 4912 пальчиком вот так вот нанести красиво, то получается здорово. А так, конечно, темновато. Прям реально темновато. Далее специально накрасила только нижнюю губу. Артикул 40914. Вот такая вот неброская помада, которая просто делает губы четче. Очень красивая. Вот и целиком. Еще более красивая помада. Цвет 40916. Красотка. Сейчас, кстати, идет акция. Очень клевая. Любые три батончика по цене двух. То есть я пересчитывала, смотрела, применяла. Я добавляю три, это же цена. Добавляю два, это же цена. То есть один плюс один равно три. Эта новость сейчас висит на сайте. Вот в таком вот моменте. Вот в таком вот виде, когда вы заходите на эту новость. То... Слушайте, что-то. Не знаю. А вот. И вот эти батончики. То есть вы можете тут выбрать все, что вам захочется. Мой любимый это кокосовый манго. Да, то есть батончиков просто огромное количество. Все натуральные, все без сахара. То есть, ну, получается, возьмете три штуки, заплатите за две. Ну и количество для покупки не ограничено. Это круто, ребята. Поэтому до 0,5-12-го включительно успевайте. Вот. Их, конечно, уже поменьше стало. Но ничего страшного. Еще можно успеть. Далее у нас с вами появился в компании Фаберлиф. Теперь витамин D3. Конечно же, заказала. 2000 миллиампер. Тут 60 капсул. Вот. Кому интересует. Вот состав. Вот состав. Вот. Желатин. Халяль. Господи. Да. Ну, в общем, кому интересен. Вот состав. И вот такие вот они крупненькие. То есть, вот так вот. Поэтому, знаете, что сейчас в компании Фаберлиф есть D3. Артикул 1577. Далее румяна. Такой вот в красивой упаковочке. У них не очень-то приятный аромат. И непонятный, очень темный цвет. И, конечно же, горьковатый вкус. Значит, кисть Кабуки 910-139. Моя любовь. Моя любовь. Давайте будем пробовать. Набирать. Набирается вроде бы неплохо. Но это, конечно же, вот так вот надо держать. Как обычно набирать, чтобы она посильнее набралась. И, на мой взгляд, это, ну, не такие уж и румяна. Потому что это больше похоже, наверное, на контуринг. Давайте с вами попробуем. То есть, вот видите, как она темная. Она, конечно, не режет. Но для меня это чистая вода контуринг. Это какой-то контуринг в перемешку с пудрой. И мне, кстати, этот продукт понравился. Причем очень понравился. Потому что красиво получается. Здорово получается. Фигмент хороший. Набирается очень даже симпатично. И... Так, сейчас потушу ее немножко. Да? И очень даже пигментированно. Ну, то есть, таким вот образом. Ну, оно видно, конечно, что оно красноватое. Да? То есть, и, конечно же, видно немножко. То есть, коричневого хочется чуть-чуть еще добавить. Ну, вот это вот, конечно, замечательно. Вообще замечательно. Было бы оно еще... Ха! Не такое, да? То есть, тут огромное количество разноцветных шариков. И вот эти вот разноцветные шарики просто можно отконтурировать лицо. Очень красиво. Следующая пудра. Так. 3703. Она немножко, вроде бы, как светлее, чем эта пудра. Ой, ой, ладно, поймаю. Ну, видите, у нее более такой теплый оттенок. У этой более холодный. А у этой более теплый. Давайте же ее будем набирать. Набирается просто великолепно. Угу. И кладется тоже очень красиво. Да, я думаю, много тут. Много набрала. Но зато вам видно. Вот так вот. Подрастушевать. И вот это, конечно, она как пудра сойдет. Цвет реально приятный, клевый, классный. Я прям в восторге, если честно. Мне она понравилась. Ну, как он, контуринг подбородка она не подойдет. Но действительно такой приятный, ухоженный вид. Ну, если не переборщить, как я сейчас переборщила. Так, все вот так вот. Симпатичнее. Я так понимаю, что это румяна для смуглых очень девушек. Да? То есть для них это, может быть, будут румяна. Для меня это больше даже как контуринг. Но мне понравилось. Прикольно. Очень красивые оттенки. Очень красивый цвет. Не рыжит. И добавляет такой свежести. Так, это или остальные. Добавляет такой свежести. Взгляду очень такой приятный. Что прям красота. Далее вы уже начали практически под каждым видео просить парфюмы. Я их тестирую потихонечку. Вот сейчас хочу рассказать про эти вот мужские парфюмы и дезодорант. В общем, дезодоранты с парфюма отличаются ужасно сильно. И он так вот, например, видите, какой у него сильный спрей. Вот прямо, да. И он, я его практически не ощущаю не то, чтобы вот этот астролог. Он мне очень понравился. Я его нанесла на запястье вчера после душа. И он у меня сегодня до утра отлично продержался. И осталось легкое послевкусие сегодня к вечеру. Да? Что еще про него скажу? Свежесть. Есть первые ноты сластинка. Потом это такая нежная, приятная сластинка, что просто вот, знаете, обалдеть. Обалдеть. Ага, вся я в пудре, да? Очень вкусно. Мне понравился этот аромат. Хотя первые ноты оттолкнули. Вот. Но мне не понравился вот этот вот дезодорант. Так, что делает дезодорант? Он просто парфюмерный. Обеспечивает надежную и эффективную защиту от неприятного запаха. Любой части тела в течение 24 часов благодаря натуральному сорбенту. горно-вулканического происхождения алюмокалиевым квасцам в сочетании с приятной композицией парфюма Астролаб. Очень, очень, вот, хоть вот откройте и полейтесь вот этим вот средством целиком. Один пшик Астролаба, вот этого парфюма, да, вот этого парфюма, намного ярче, чем вот весь этот тюбик. Очень еле-еле-еле-еле. Что хочу сказать. У нас в компании Фаберлик есть средства для интимной гигиены. Куда бы вы ни брызнули, эти средства, они напрочь убивают ароматы. Любые, да. Вот то же самое, я так понимаю, выполняет вот этот дезодорант 7201 артикул. А Астролаб у нас с вами 6207. Так вот, что я про него скажу. Нормально, да, он справляется с запахами, но он больше с запахами справляется, чем дает какой-то аромат телу. Вот так выражусь. Но аромат есть, но я его не чувствую. Вот, дальше, значит, Космополис. Тоже такой, видите, прям мощный, аж пенится, как он дает, да. Вот, и просто чувствуется такая вот грубенькая, небольшая свежинка. Он посильнее, погрубже. В нем есть еле-еле уловитые нотки кислинки, а в этом еле уловимые ноты с ластинки. Значит, 7203 дезодорант, вещица стоящая, да, где-то в дорогу, еще куда-то. Не обязательно же, вот если жара, да, человек потеет, там, поехал куда-то в поезде, в самолете, чтобы не смущать других людей своими ароматами, да. Бывают такие люди, которые потеют, и все, и не знаешь, как находиться рядом. Действительно такое бывает. Мне кажется, это очень отличный вариант, да, то есть, побрызгать, там, грудь, ноги, да. Там, ну, подмышки, не знаю, насколько надолго это хватит. Мне кажется, что ненадолго. Но надо, вот я Антону попрошу протестировать, и в пустых баночках уже буду о нем говорить. Но запах по сравнению с основным ароматом, что тут, что тут, никакой. И он есть, нотки чувствуются, но больше чувствуется какая-то бандинистая горчинка, и все. Значит, 6208, 30 миллилитров вот этот вот Космополис. Космополис, вы знаете, очень вкусный аромат, очень вкусный. Такая, мне нравится, вот этот Космополис, мне нравится. Прям для такого молодого мальчика, да, то есть, так, лет, лет до 25 даже, да, такой ветреный аромат, но с характером. Характер есть. Далее, вот не помню, снимала или нет, засомневалась. Крем для груди, 202-506. Ну, конечно, кожа стала помоложе, но чтобы подтянуть грудь, да, размер Е, я не знаю, что нужно. Если это грудь, еще двоих деток кормила. Вот, я вам скажу так, классная, клевая, суперская штука. Действительно, вот он очень хорошо впитывается, можно наносить на ночь, и не будет проблем с впитыванием. Вот, запах у него, ну, никакой, нет, неприятного, никакого, в общем, нету запаха. Приятный, неприятный, неизвестно, да, какой. Вот, поэтому, ну, это надо тестировать. Я помню, что в компании Фаберлик он был, почему-то вот сняли с производства, сейчас вот в весе есть 75 мл. Может быть, поможет. Еще один аромат поддог, тоже приятный, грубая такая сластинка, но не такая вот, допустим, как у блокбастера. Вот можно так сказать, блокбастер там вообще как бы. Вот, вот это вот поддог, артикул 6209, с удовольствием израсходуем только когда, потому что с парфюмерками теперь у нас завал, если честно. Вот, но мне она понравилась. Она мне реально понравилась, и она вкусная, это мужская парфюмерная вода. Спрей, то же самое, 7204, особо спрей я не чувствую. Такое ощущение, что запаха спрея нет, да, по сравнению вот с этим поддогом. Далее, помните, я вам хвалила водичку парфюмерную Essential, сильный аромат, но, если честно, он мне абсолютно не понравился. И он Too Essential мне напоминает. Все ароматы напоминают какой-то горький немножечко, слегка оттеночек. И плюс вот этот вот аромат, который немножечко, немножечко где-то что-то есть, но это даже, вот, хочется сказать, жалкое подобие аромата, но даже не жалкое подобие, меньше. Поэтому этот аромат я вообще не поняла. Он у меня вот так вот, и он невкусный. Он невкусный, и такое чувство, что кто-то долго не мылся. Вот такой вот аромат. Не буду скрывать, 72-02 чего-то неприятного аромат. Вот. Далее, значит, ABC. Вот это вот, конечно, оформлено суперски. У меня из-за упаковки это попросила дочка. Вот, но... И у него, кстати, действительно приятный аромат, без горчинки, без всего. Я не знаю, как она так. Это Hesperide BC. 72-01. Вот этот стоящий. Но он, правда, и красивый, и клевый. Это тут наклейка наклеенная, я чтоб не потерять. Думала, тут может быть артикул, еще что-то. И так и не стала отклеивать. В общем, один понравился. С удовольствием отдам его Катюшке. Эти мы, конечно, дорасходуем. Потому что описание у них хорошее. Действие на первое впечатление нам понравилось. То, что тут вот сломано что-то. Ну, я думаю, ничего страшного в этом нет. Вот. Можно открыть. Я так понимаю, да. Открыть, заменить, поменять. Ух ты, какой он желтый. Ничего себе. Посмотрите-ка. Прям желтый-желтый. Угу. Видите, прям ярко такой. Вот. И если что-то... Нет. Фу. Какая-то горечь не могу прям. Вот. Ну, один по ходу дела полетит кое-куда. В ведро, наверное. Вот. А все остальные израсходуем нормально. Вот нормально. Особых претензий нет. Ни к чему. Далее. Коробочки. Тут нечего, если честно, из коробочек доставать. Вот мы начали это пить. Но я хочу просто показать. У нас появилась очень хорошая штука. Это комплекс Омега-3 с витамином Е и Д. Именно для детей. То есть. И, конечно же, я заказала. Тут вот они. Такие вот у них капсулы идут. Можете загуглить, посмотреть аннотацию на сайте. Артикул 8110. О, по-всях, я в тоналке, да. 8110. И могу сказать, что Вика их кушает хорошо. Раскусывает, не корчится ничего. Но когда я ей дала одну взросленькую, вот вчера я ей взросленькую дала, она раскусила и выплюнула. Что-то там не понравилось. А вот это прям кушать с превеликим удовольствием. Вот, аннотация. Что, как давать. Тут есть все. Поэтому, если вам нужно, вы можете зайти на сайт, обязательно все посмотреть. Я думаю, что здоровье детей это самое главное. И сколько тут штучек? Тут 120 штук. 120 штук. Ну и далее тоже нет смысла вот эту коробку распаковывать, потому что наши конфетки натуральные без сахара приехали, да, ко мне. Наконец-то они появились в наличии. Я их долго ждала, их долго не было. Далее, Викин, любимый шоколад на меду. Все-таки вот когда ей я доловала шоколад с тигренком и вот этот, она выбирала этот. А с тигренком не хотела. Далее, опять 4 баночки кофе нам. Мы уже опять перешли на карт нуар. У нас кофе весь закончился. А вот эта упаковочка, это не мне. Это кофе день, целая упаковка. Вот. И тут тоже кофе день, целая упаковка. Добрый день называется. Артикул 1609. Тоже штука классная. Мне нравится. Он, кстати, идет с примесью, то есть растворимый с молотым идет как легкая бодрость. То есть он не сильно бодрит. Артикул 16049. Слушайте, я вам конфеты ведь артикул не сказала. Божечки ты мой. 16066. И у шоколадки с кокосом, с кокосом и нони 16057. Расслабилась конно. Ну и как обычно я набрала соли. Так уже просто, ну, нечего показывать. Из-за того, что это у нас постоянные идут закупки. Постоянные. Вот не вот шоколадки. Рика нам тут всем харакири сделает. А я и не хочу давать шоколадки с сахаром. Ну вот не хочу и все. Бывает, что они все-таки проникают каким-то образом к ней в рот. То дедушка конфету даст, то еще что-то. Но вот лично я не даю ей ничего с сахаром. Артикул 16146 идет соль уэльская, которая идет с пищевыми волокнами и содержит коллаген. Такая вот она интересненькая, да, маленькая. Поэтому я всегда заказываю много. Мы ее раскрываем, пересыпаем в одну большую стеклянную такую тару, в которой лежит ложечка специальная под соль. И мы уже солим сколько нам захочется. У нас с вами появилась еще омега-3 форте. Это же тоже новинка, ребята. Это тоже новинка. Вот ее я Вике дала, она ее выплюнула. Там, видать, прям совсем сильный вкус. Потому что форте это посильнее, это дозировка побольше. Вот омега-3 60%. И это не омега-3 69, да, какой мы привыкли. Это омега-3 именно. Артикул 15799, 60%. Рекомендуется в качестве биологически активной добавки пищи дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот омега-3, в том числе эйзопантентовой кислот. Вот состав рыбий жир, оболочка желатин, халяль, глицерин. Ну, в общем, состав, мне кажется, очень даже хороший. Кому нужно, я вот так вот подержу немножечко. Ну, конечно, проще зайти на сайт Фаберлик, в поисковике набрать 15779 и почитать самим. В общем, супер, супер, супер. Чуть не забыла про новинку.